Знал бы, что так получится, вернулся бы домой раньше. Во время пандемии 26-летний Михаил Крупнев был в Подмосковье. Вспоминает, почувствовал недомогание еще в России. Я приехал сюда, собрался и сразу пошел в первую поликлинику. Меня там зашел, получается, в регистратуру. Меня отправили в другой кабинет, в отдельном кабинете, замеряя температуру и проверяя. Вот я туда зашел, температуру померял, была температура 37,6. Бригада скорой, дорога в инфекционную больницу. 7 апреля мужчину поместили в отдельный бокс. Первый тест отрицательный, второй показал положительный результат. Первые, наверное, три дня у меня была температура и кашель. Мне давали там таблетки какие-то жаропонижающие. И все, и потом у меня ни температуры, ни кашля, ни насморка, ничего не было. Проходило все в легкой форме и все хорошо. Ну и врачи в моральную поддержку оказывали, постоянно заходили, интересовались, как вы, что вы там. Пытались морально поддержать, пообщаться, где-то настроение поднять. Ну, то есть хорошее отношение у них было. Через две недели снова сдал анализы. Коронавирус не выявили. Михаил признается, до последнего надеялся на лучшее. Спасибо медперсоналу за то, что оказали моральную поддержку, за то, что не давали падать духом, постоянно приходили, настроение поднимали. И за то, что жертвовали вообще собой целую смену. Проходить в таком защитном снаряжении, то есть не каждый человек сможет. Страшилки по телевизору положительный тест. У Ирины Кокориной шок стал первой реакцией на происходящее. История борьбы с коварной инфекцией для нее началась в середине апреля. В понедельник у меня была подработка, я приехала на работу, и в конце смены нам пришли результаты. Три человека, двое больных с пневмонией. На следующий день вызвали скорую. И хоть болезнь протекала бессимптомно, ни одышки, ни кашля, ни жара, Женщину тут же отвезли в инфекционную больницу. В палате находились еще два пациента. Все в средствах индивидуальной защиты. Встретили нас в приемном покое. Посмотрели, померили температуру, давление, КГ. Все случилось сразу после дня рождения, вспоминает Ирина. Больше всего за именинницу переживали родные. Ежедневно звонил, что все нормально, все нормально. И все, ну, несколько раз в день. Перед выпиской медики провели еще два теста. Оба дали отрицательный результат. Последние данные пришли 3 мая. Женщина вернулась в строй аккурат ко дню Великой Победы. Хочется еще поздравить оставшихся ветеранов, которые защищали. И я думаю, что они победили, и мы должны победить. Две совершенно разные истории. Тем не менее, герои сошлись во мнении. Нет ничего невозможного. И болезнь можно одолеть. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели.